Привет, друзья! В этом видео хочу поделиться одной интересной информацией и рассказать о том, как правильно прикармливать рыбу в марте на рыбалке, и о том, как не надо этого делать. Большинство, в принципе, рыбаков допускает эту весьма распространенную ошибку. И потом, в итоге, из активной рыбки делают её пассивной. Ну а пассивная рыбка, как известно, не клюёт ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью, ни на мормушке, ни на крючок, ни в какую погоду. Итак, друзья, пришли вы на рыбалку в марте. Сделали несколько лунок, обловили все, и в одной лунке вы нашли рыбку. То есть, в одной или в нескольких. И нам её теперь нужно таки прикормить. Самое главное, друзья, я во многих роликах предыдущих говорил, никогда не вычерпывайте весь снег из лунки и лёд. Это важно. Почему? Потому что вычерпав весь снег и лёд, вы её засветите. Потом, конечно же, рыба как делает? Вот, вычерпав снег и лёд, раз туда прикормки, все уже там разбежались. Кому эта прикормка нужна? Да никому не нужна. Все убежали в неизвестном направлении. Вот. А когда вы пробурили лунку, берите большой снег и лёд. Большой. А потом добавьте горсть при кормке. Я на своём канале всегда пропагандировал, и до сих пор пропагандирую крупные лунки. И теперь важно. Бросили на снег и вместе со снегом перемешайте её в лунке. Но ещё раз. Не светите. Не доставайте ни в том случае снег и лёд полностью. Только что об этом говорил. Не буду повторяться. Зачем это, в принципе-то, нужно. Зачем, не нужно делать. Вот. Потому что после этого, перемешав снег и лёд, и вместе с прикормкой, частички прикормки будут тихонечко намокать и отпускать. По чуть-чуть. Не надо. Но об этом чуть проще скажу, почему и как многие рыбаки всё это делают перебарщивая. Вот. И только потом уже, когда вы вычерпали большой снег и лёд из лунки, добавили прикормку в пригоршник. Хватит. Вот. И перемешали. Чуть-чуть присыпьте. Пусть она, наверное, всё дело всегда отпускается на дно. Понемножечку. Понемножечку. А теперь, друзья, о том, как большинство рыбаков делают, в принципе, это неправильно. Потом удивляются. А по что? Рыба-то не курёт. По что? Да никого там нет уже. Кого кормим? Да непонятно, кого кормим. Кого-то кормим, а кому непонятно, кого. А теперь, друзья, как не нужно делать. В большинстве случаев рыбаки, сколько замечал, ну, у меня просто в глазах углялись, как у тебя буражки уши. Я в шоке. Пришёл рыбак на рыбалку. Сделал лунку. Берёт пакет манки. Распечатывает его. И так. Раз. Мамочка, ты не горюй. Столько за это всё дело отпускаться. Не нужно так делать. Или же опять. За место манки берём какую-то панировку. Лунку рыбак сделал. И из этого пакета, этой панировочки туда, не жалеющий. Мало того, что, как говорят, лунку сколько навалил, так ещё и вокруг лунки. Видели, наверное, рыбалки, частенько попадали в такую ситуацию, когда идёте, лунка, и вокруг самой лунки. Не то, что в лунке, ещё и вокруг её, этой прикормки выше крыши. А прикиньте, какой объём там на дне. Ой, мамочка, не горюй. И тут плевать будет. Вся рыба наелась. То есть, из всей активной там никого больше не осталось. Все стоят, все пассивные. Стоят, ждут. Процесс пищеварения у рыбы при похолодной воде очень медленный. Поэтому, наевшись, накушавшись, она может тут стоять до середины июля. Так, друзья, делать нет. Да и ещё, друзья, не менее важная информация. В предыдущих видеороликах я об этом, в принципе, говорил. Если вы пришли в то место, которое называется, общего пользования, где ещё с ноября месяца собирается огромнейшее количество рыбаков, никакой прикормки туда сыпать лунки не надо в это место. Там уже всё прикормлено. Там на дне можно встретить всё. И манку, и пшеничку, и панировку, и семечки, и многое другое. И даже кормового, наверное, мотыля. Здесь в этой жизни ничего сыпать лунки не надо. Даже если вы новую лунку сделали, не сыпьте сюда ничего. Там на дне уже вот всего по самой неболосе. Но если насыпите, в принципе, лучше не будет. Прикормку только переведёте. Вот на такую рыбку. Да. Называется не соцепляйка. Клюёт безбожно. Даже в любую погоду, наверное, клюёт. При скольках 30, там, миллиметров. Всё равно клюёт. Поклёвки её есть. Правда, её поймать нельзя. Долго придётся так дёргать. Ну, даже если вы её вот такую и поймаете, так вам куда она? Что есть, ребята? Придя в места общего пользования, где собирается огромное количество рыбаков, никакой прикормки сыпать не надо. И уж тем более кормового мотыля. Лучше не будет, поверьте. А сейчас, друзья, о том, через какое время добавлять прикормку. То есть, сколько интервал по времени. Полчаса, друзья. Допустим, касаться и мелководья, и, в принципе, да, больших каких-то там глубин. Ну, на больших глубинах темнить лунки не нужно. Суть не в этом. То есть, если вы ловите на глубине, например, там, 4-5 метров, у вас лунка, в принципе, светла, то есть, никакого снега нет. Ну, то есть, взяли, пригруженную лунку, бросили, через полчаса, через полчаса, не раньше, не надо, рано. Там, через 5-10 минут. Вот. Полчаса интервал. Если, в том случае, добавляем только, если клюв прекратился. Если рыба по-прежнему клюет, интервал увеличен. До тех пор, пока рыба не перестанет клевать. Может быть, даже за часу. Она может перестать клевать, в том случае, что подошел к хищнике и ее отпугнул. И тогда, снова берем пригруженную крупы, допустим, и бросаем опять же ее в лунку. Раньше, когда рыба клюет, добавлять не нужно. Ну, а на мелководье это выглядит немножко по-другому. Клев, допустим, прекратился. На мелководье в лунке мы ее темним, то есть, при помощи палки либо черпака делаем отверстие, куда прописываем армошку с насадкой, да? Вот. Ну, в общем, ловили, ловили, клюв прекратился. Все. Не клюю, по что? Берем, достаем армошку с насадкой из лунки, пригруженную крупы, опять же, повторюсь, друзья, ячика, пряничика, в которой я пропагандирую та же самая овсянка. Бросаем снова на этот же самый снег, который у нас находится в лунке. Пусть там это отверстие будет, ничего страшного. При помощи палки либо черпака все это дело перемешиваем, ждем, когда это все дело успокоится, да? И снова делаем отверстие палкой, для того, чтобы впихнуть в это отверстие мормышку с насадкой. Это важно только делать на мелковой. Здесь у вас там глубина 3,5 и более метров, темнить не надо. А то опять напишут, а стоит ли темнить на глубине 5 метров? Не надо. Свет, свет солнечный. До дна на таких глубинах не доходит. А вот на глубине в метр бьет такой прожекер перестройки прямо в дно бабах и там все в разные стороны. А рыбак кто сделал? Все разбежали, чтобы туда еще прикручить. Раз. Кому? Для кого? Никого нет, все убежали. Уплыли. Кузьмичу на корзон. И еще, мужики, не менее важна информация. Ловите вы рыбу? Не важно. На реке или в стоячем водоеме где-то, да? Сидите, все нормально. Ловится у вас все, клюет рыбка. И тут рядом с вами появляются рыбаки, которые берутся и вот как в начале ролика я говорил пакет манки. Раз. Да, в уночку или там панировочки туда. Бах. В общем, от души. Ребята, вариант только один. Вставайте и уходите. Сейчас вам подойдет вот такая рыбка, которая, рыбка, которая называется не зацепляй. Ловить ее не интересно, правда весело, но поймать ее трудно. Рыбка, которая там сантиметров пять, примерно, четыре, пять, но клюет, ох, мама не горюет, о, кивок, а так, уууууу. Ну, даже если вы ее, как-то ее зацепите, достанете, куда она вам, зачем? Катуту, И то глаза стыдно глядеть. Я как-то на таких местах, шутки ради, решил вот такую рыбку всё-таки поймать на мормушке. Десять минут бился. Победил. Надеюсь, прошло минут десять, я уже успел две сигареты выкурить. С тем самым интервалом зацепил за хвост. Но поймал. Пока, ребята.